Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Рождённое Луной. Сегодня у нас четвёртая серия. Мия покидает дом настоящего вампира и пишет свою статью, не подозревая, что охота на неё только начинается. Глава 4. Они существуют. Виктор, прошу, не надо! Его клыки касались тонкой руки Мии. Мне. Он медлил, не кусал её. Трудно сдерживаться. Это мне просто снится. Это не сон. Нужно спасаться. Отчаянье придало девушке сил. Она дотянулась до кочерги. И дважды ударила ею Виктора по лицу. Зачем? Брызнула кровь. Виктор коснулся длинной раны. Он отнял кочергу, отшвырнул в сторону. Что? Не надо больше так делать. Его раны затягивались прямо на глазах. Это мне хоть и неприятно, но для тебя бесполезно. Прости, прости, я... Всё, Мия, всё. На красивом лице Виктора не было и следа от удара кочергой. Ты молодец, не волнуйся. Он отпустил девушку. Чёрт! Твоя кровь! Виктор говорил с трудом, будто ему приходилось проталкивать слова через горло. Что я делаю? Словно новообращенный. Даже стыдно. Никогда бы себе не простил. Прости. Сядь. Виктор усадил Мию в кресло. Он весь напрягся, сжал кулаки и закрыл глаза. Кто ты? Ты что, глупая, что ли? Он не ответил, отошёл, открыл окно. Впуская в дом ночную прохладу. Этого не может быть. Это сон. Твоя рана на руке. Днём в машине и сейчас. Я слишком долго рядом. Запах близкой крови не способствует самоконтролю. Но, кажется, я уже в норме. Кто ты? Виктор медленно повернулся. Я тот, кто может жить вечно. Тот, чьё время от заката до рассвета. Тот, в чьих венах давно течёт чужая кровь. Нет. 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 Ты сама знаешь, кто я такой. Это невозможно. Как видишь, возможно. Ты убьёшь меня? Нет, Мия. Виктор сделал два шага к ней. Девушка вжала голову в плечи. Не бойся. Чёрт, это глупо звучит. Как ты можешь не бояться? Он не стал подходить ближе. Ты увидела монстра и, конечно, боишься. Но, поверь, я не трону тебя. Я уже пришёл в себя. Мия была в шоке. Она не знала, что делать, что говорить. Постарайся успокоиться. Послушай меня. Я был неосторожен, раскрылся перед тобой. Но ты же понимаешь, что не должна никому об этом рассказывать. Иначе подвергнешь опасности и себя, и того, кому расскажешь. И дело тут не во мне. Есть и другие вампиры. Мия. Что? Ты слышала меня? Да. Я хочу уйти. Виктор покачал головой. В таком состоянии тебе лучше не оставаться одной. Лучше находиться рядом с... Таким, как ты? Зачем ты так? Какая ты злая. Я же сказал, что не трону тебя. Но если ты настаиваешь, то давай хотя бы вызову тебе такси. Я доберусь сама. Билли? Алло. Надеюсь, ты звонишь сказать, что все сделал? Нет. Прости. Но я все исправлю. Это же так просто прикончить одну единственную девчонку. Как ты сумел облажаться? Прости меня, Билли. Прости меня, Билли. Дай мне немного денег. Мне нужен врач. Но мне нельзя в больницу. Она что, ранила тебя? Фредерик, ты кретин. Ей просто повезло. Ладно, деньги будут. Спасибо. Спасибо, Билли. Заткнись и запомни. Если ты надеешься стать одним из нас, то сделай все безупречно. Всю дорогу от дома Виктора Мия пребывала в каком-то ступоре. Мозг отказывался воспринимать случившееся как реальность. Но как только девушка оказалась одна на ночной улице, вернулся страх. Меня чуть не убил вампир. Настоящий вампир. А перед тем напал псих из старого дома. Она стала озираться и всматриваться в темноту. Но, кажется, поблизости никого не было. Как меня угораздило. Во что я впуталась? Что теперь делать? В колледже было тихо по ночному времени. Меня стали пугать пустые коридоры и лестницы. Вдруг Мия вспомнила слова Виктора. Есть и другие вампиры. Они существуют. Они существуют. И их нужно бояться. Триши еще не было. В другое время. В другое время Мия заволновалась бы, куда запропастилась подруга. Но сейчас все мысли были лишь об одном. Виктор – вампир. Он был на тусовке, называвшейся «Маскарад вампиров». Могли там быть еще вампиры? Могли. Хозяин дома – человек. Он решил меня убить после того, как я сбежала. За что? Девушка легла на кровать. Дело в том, что я задавала вопросы о тех, кто организовал «Маскарад». Других причин я не вижу. Значит, хозяин старого дома прикрывает вампиров. Не Виктора, а тех самых других. И тут пазл в голове Мии сложился до конца. Странная парочка в черной и красной масках. Они же тоже вампиры. Мия еще долго думала обо всем, что с ней произошло за последнее время. Но на рассвете усталость и стресс дали о себе знать. Когда Мия проснулась, Дриши по-прежнему не было. Надо ей позвонить. Но смартфона-то у меня нет. Тут Мия вспомнила вчерашний день. Это не было сном. Бинт на руке – тому доказательство. Девушка встала. Неплохо бы принять душ и переодеться. Потом зайду к соседкам, возьму телефон. Через полчаса Мия возвращалась по коридору из душа. Подошла к комнате соседок, хотела постучать. Но вдруг услышала из-за двери приглушенные голоса. Серьезно? Да. Говорю тебе, она плакала. Триша и слезы? Я в шоке. Мия покачала головой. Триша плакала? Только этого мне сейчас и не хватало. Ну, во всяком случае, жива и вернулась. Триша, привет. Привет. Ой, бедненькая. Что с рукой? Да так, упала. Ерунда. То, что Триша расстроена, Мия увидела сразу. Но глаза у подруги были уже сухие, и макияж в порядке. Меган могла и приврать насчет слез. Ты сама грустная. Что случилось? Тед! Натуральный! Кто? И она добавила весьма крепкое слово, что случалось лишь когда Триша была в бешенстве. Ну-ка, рассказывай, в чем дело. Мия присела рядом, приобняла подругу. На ее кровати лежали мокрые платки. Похоже, Триша все же плакала. Да блин, представляешь! Странное дело, но обычные житейские проблемы подруги помогли Мии отвлечься от ее мистических и очень даже опасных для жизни приключений. Я гуляла с новым парнем. Джон милый, веселый. Вдруг появился Тед и устроил сцену ревности. Наехал на Джона. В общем, кошмар. А что этот Джон? Сказал, что у меня шизанутые знакомые. И ушел. И чего переживать? Зачем тебе парень, который боится бывшего? Да не в Джоне дело. Тед следил за мной. Он вообще с катушек слетел. Что мне делать? Ну, во-первых, не переживай из-за этого дурака Теда. Он тебя не достоин. Было бы из-за кого грустить. Да за тобой такие толпами стелятся. Даже лучше. Ты же не будешь из-за него плакать. Еще чего. Вот и молодец. А что во-вторых? Как от него отвязаться? Я вижу только один вариант. Дай мне телефон. Я свой потеряла. Сочувствую. Значит, будем тебе сейчас новый выбирать. Я видела новую модель. Триша, позвоните Дай. А, да. Держи. Мия нашла в списке контактов номер Теда. Нажала вызов. Сейчас сиди и не мешай. Ты кому звонишь? Алло, Триша? Нет, это Мия. Привет, Тед. А где Триша? Слушай меня внимательно, Тед. Тришу ты порядком достал. Просто исчезни из ее жизни. Окей? Пусть она сама мне это скажет. Она тебе уже говорила. Но ты не понимаешь. Не напрашивайся на неприятности, Тед. Еще раз доведешь Тришу до слез, я кое-кого попрошу с тобой разобраться. А если все равно не дойдет, она на тебя в полицию заявит. Все, Тед. Это был последний раз, когда с тобой говорили по-хорошему. Мия прервала связь, вернула подруге телефон. Звонок Теду отразится на истории в дальнейшем. Откуда ты про слезы знаешь? Тебя Меган видела. Да. Блин. Теперь весь колледж узнает. Не бери в голову. Каникулы же. Почти все уже разъехались. Да и всем известно, Меган сплетница. Мало ли что она болтает. Спасибо. Да без проблем. В следующую половину дня подруги смотрели, какую модель смартфона стоило бы купить Мии. Затем Триша спросила у Мии про журнал «Сверхъестественное сегодня». Ты собираешься в редакцию? Они же тебе деньги должны. Собираюсь. Если нормально заплатят, то может и на смартфон хватит. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Вот. Бусы, которые я должна купить. Вот это подарок. Ну что ж, дорогие бусы, дизайнерская бижутерия. Какие классные, Триша. Они же дорогие. Ну что, я не могу подруге приятно сделать. А денешь навстречу? Конечно. Подарку Мия была рада, но напоминание о журнале заставило ее думать о вампирах. Про которых она собиралась писать статью. Теперь не может и речи идти о том, чтобы писать на основе того, что я выяснила. С наступлением темноты вновь стало страшно. Психопат знает, где я живу, но его на территорию колледжа не пустит охрана. А вот будет ли охрана преградой для вампиров? Что, если они решат убить меня собственноручно? Девушка стала думать, как спасти свою жизнь. Вряд ли стоит рассчитывать на Виктора. Мия вспомнила свои чувства, испытанные при поцелуе с ним. И в глазах появились слезы. Лучший из парней оказался монстром. Конечно, он меня спас на маскараде, а потом раненую подобрал на улице. Если бы не Виктор, я бы уже была мертва. И ничего бы не узнала о вампирах. Свою тайну они оберегают хорошо. Но потом Виктор сам же меня едва не убил. Значит, нужно выкручиваться самой. Но что я могу? Ха-ха, вот это варианты. В общем, заявлять в полицию на психа с ножом это как-то странно. А проверять клуб вкус ночи, это приравнивается к самоубийству, что ли? Ну, в общем, мы проверим клуб вкус ночи. Допустим, он имеет к вампирам какое-то отношение. В этом случае туда так просто не зайдешь. Но даже если я туда попаду, смогу ли оттуда выйти? Там-то меня уж точно убьют. Вдруг у Мии созрел план, давший слабую надежду. Никто не знает, что я связалась с журналом. Я напишу статью под другим именем. Возьму псевдоним. Если описать маскарад и достоверные детали, то вампиром может стать не до меня. Утечка информации в прессу. Это же куда серьезнее, чем какая-то девушка, которая ничего не видела. Тут забрежевшая была надежда немного угасла. Но тогда они могут прийти за автором статьи. Мне одинаково не хочется умирать под любым именем. Впрочем, решение Мия нашла сразу же. Надо указать в статье, что информация получена по почте от неизвестного. И пусть ищут этого неизвестного. Тем более, мистер Боу говорил, что в редакции не нужно сидеть постоянно. Буду появляться там как можно реже, чтобы не попасть на глаза возможным наблюдателям. Девушка понимала, что не уснет, не позволит адреналин. Как же мне страшно, кто бы знал. Но, держу пари, еще никому из журналистов не попадал в руки такой материал. Мия включила ноутбук. И Виктора можно упомянуть, без имени, конечно. Любой намек на то, что информатор сам вампир, может еще дальше увести от меня преследователей. Это стоило хорошо обдумать. Пожалуй, сделаю акцент на маскарад и старый дом. Я не хочу акцентировать на вампире, потому что я не хочу подставлять Виктора. Выбор повлияет на историю в будущем. Во-первых, пусть хозяин дома сильнее понервничает. А во-вторых, стильные вампиры, изысканные вина и свечи. Это и читателю должно быть интересно. Проявился у Мии выдающийся талант или ее подстегивал страх, но так или иначе, к утру статья была уже готова. Около полудня Мия была в редакции журнала «Сверхъестественное сегодня». Добрый день. Добрый. А ты, наверное, Мия? Да. Я Камила, редактор и немножко секретарь. О, восходящая звезда на небосклоне журналистики. Привет. Как статья? Готова. Ух ты! Так быстро! Мия, не обращай на него внимания. Луис – единственная вредина в нашем добром и пушистом коллективе. Ясно. А мистер Боу здесь? Скоро будет. Дашь почитать статью? Делать этого не хотелось, но Мия не нашла объективных причин отказывать. Хорошо. Вот флешка. Садись, подожди. А я тебе чаю налью. Мия прошла за свой стол. Камила, видела, какой стол ей дали? Не завидуй. Мия, держи чай. Спасибо. А вот и Тревор, наш основной журналист. Всем привет. Мия, очень приятно. Пришла отнимать мой хлеб? Шутка. Эй, бро, не хочешь почитать ее творение? Мия поняла, что язвительных комментариев не избежать. Интуиция не подвела. Через несколько минут вредный Луис высказался о статье. Как можно было такое выдумать? Старый страшный дом – это как-то избито. Только гробов не хватает. Мия, ты уж прости, но это чушь. Я бы назвал этот жанр мелодраматичный хоррор. Вот кого спросить забыла. Думаешь, меня интересует мнение верстальщика? Тоже мне критик нашелся. Я же твой потенциальный читатель. Про НЛО читай. Верни флешку. Ты зря кипятишься. Спроси Тревора, он спец. Не хочу встревать, но статья действительно слабовата. Извини, Мия. Дело в опыте. Научишься. Потом. Луис, дай сюда флешку. Ладно, ладно. Ой. Что за ой? Я нечаянно удалил с нее статью. У тебя копий с собой нет? Ты идиот, Луис? Луис, я тебя сейчас ударю чем-нибудь тяжелым. Да я пошутил. Держи свою флешку. Ха-ха, флешка в виде гробика. Прикольно. Придурок. Что у тебя за комплексы? Я в порядке. Мия села ждать появления владельца журнала. Не расстраивайся. Он не злой. Просто вредный. Просто? Да он невыносим. Наконец, мистер Боу вошел в редакцию. Доброго дня. Все поздоровались. Мия протянула флешку. Вот. Моя статья. Мы с Тревором уже прочитали. Тревор, что скажешь? Можно было маскарад интереснее описать. Вампиры есть, а трупов нет. Как так? Нужна кровь. В любом случае, все как-то неправдоподобно. Что? Да это вообще... Девушка осеклась. Мия, что ты хотела сказать? Мне кажется, что я придумала весьма правдоподобных вампиров. Я обязательно прочту. Чуть позже. К вечеру появился Саймон. Узнав о конфликте Мии и Луиса, он отозвал верстальщика в сторонку. Но кажется, обошлось без новых ссор. Это и к лучшему. Вскоре мистер Боу пригласил всех выслушать объявление. Друзья, с радостью сообщаю, что мы нашли хорошего журналиста на свободное место. Слово за ним. Точнее, за ней. Все посмотрели на Мию. Тревор и Камила с любопытством. Луис неприязненно. Саймон ей улыбнулся и подмигнул. Мия, что ты думаешь о работе в нашем сверхъестественном сегодня? Я... да, я согласна. Отлично. Значит, договорились. Думаю, ясно, что твоя статья мне очень понравилась. Атмосфера на маскараде описана удачно. Я ощутил нависшую угрозу. Ну и вообще, вампиры вроде бы и обычные, опасные и прекрасные. Но при этом я почувствовал в них изюминку, особенность. Спасибо. А когда вы меня напечатаете? В ближайшем номере. Мистер Боу, можно просьбу? Да, слушаю. Я хотела бы взять псевдоним. Без проблем. Напиши мне его. Оу, с этим сложно. Вот как ее обозвать, чтоб она не обиделась, а? Короче, я тут подумала и решила, что лучше всего будет сделать мои инициалы. Все, пойдет. Ага, понял. Мне нравится. Сделаем, Мия. А теперь идите все сюда. Кое-кто хочет извиниться перед тобой. Собственно, да. Извини. Мия, не держи зла. Дразнить новеньких – это же традиция. Предлагаю отметить пополнение наших рядов чаем и тортиком. Предложение всеми было встречено радостно. Даже Луис до конца вечера не ворчал и не провоцировал Мию. Когда стало уже совсем поздно, все стали собираться домой. Тревор, а ты почему не спешишь уходить? Да так, потерял кое-что. Ясно. Давай помогу. Выбор повлиял на отношения с Тревором. Спасибо. Неожиданно. Мы же коллеги. Что потерял? Планшет. Вот такого размера примерно. А Луис не мог пошутить? Мог, но уже бы признался. Блин, у меня там куча нужной инфы. Вот что. Давай, не теряя времени, просто перероем все вокруг. Да я уже везде искал. Ищи еще раз. Или есть идеи получше. Ладно. Я начну оттуда, а ты с того угла. Давай. Через пару минут Мия посмотрела везде, где только можно. Ну не в холодильнике же. Девушка открыла холодильник. Больше в шутку, но... Тревор, а это не он? 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 Точно. Я же торт доставал и, видимо, чтобы руки освободить, положил планшет в холодильник. Вот я молодец, да? Спасибо. Ты мне очень помогла. Обращайся. Ты меня просто спасла. Я твой должник. Еще раз прошу простить за то, что говорил о твоей статье. На самом деле она крутая. Блин, я вел себя как дурак. Да ладно, проехали. Если я смогу чем-то помочь, буду рад. Теперь вы можете рассчитывать на поддержку Тревора. Пора было отправляться домой. Надеюсь, там меня еще не ждут вампиры. Боюсь, наш Фредерик опять не справится. Зачем обращать такого придурка? Обращать? Ты шутишь? Я и не собирался. Фредерик просто был полезен. Какое-то время. И его дом отлично подошел для маскарада. Надо же было куда-то еду приглашать. Дэйв. Да. Боже мой, что ж ты такой страшный-то? Наверное, придется тебе заняться этой девчонкой. Без проблем, Вилли. Ты же знаешь, я всегда рад. Какая у него улыбка. Где ее искать? Стелла знает. Стелла знает. Выследила ее после маскарада. Малыш, разреши мне. Нет, ты не осторожна. Не хочу, чтобы остались какие-либо следы. Я поехал. Ты понял? Не наследи. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Ух. Я надеюсь, что это был не Дэйв. Иначе у нас дела плохи. Ну что ж, об этом мы узнаем в следующей серии. Я не знаю, сколько туда нужно алмазиков. Надеюсь, что мне хватит. Но постараюсь немножко поднакопить и сделаю серию завтра. А на сегодня у меня все, ребят. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.